По поводу наших магистральных и триквартальных дорог. К сожалению, мне не удалось в этом году сделать то, что было задумано. В начале года мне хотелось в этом году привести нормативное состояние улицы Чапаева. Если видите, она у нас не совсем хорошая. Академик и жук критика принимается по поводу компании ПИК. Там были сделаны лабораторные испытания. Дорога была признана в рамках технического задания пригодной. В рамках нормативов, которые были приняты. Там есть вопрос по ливневкам, по оттоку воды. То, что у нас иногда выходит информация в СМИ. Проверяли, дождь идет, вода есть, дождь заканчивается, вода растекается, вопрос закрывается. Нам не удалось в этом году доделать Чапаева, улицу Шевченко, улицу Набережная Леона. Вместе с ЗАГСом, с территорией примыкания к нашему дворцу химиков. Еще там ряд территорий. В следующем году мы обязательно эти дороги сделаем. Потому что хотелось бы иметь законченный комплекс именно магистральных дорог в городе Балакова. Мы к этому идем и будем стараться в следующем году все эти работы закончить. По поводу внутриквартальных дворов и ремонта дворовых территорий. Честно скажу, коллеги, вопрос, наверное, самый насущный сегодня в городе Балакова. Все встречи, которые мы проводим на личном премии с гражданами, когда мы выезжаем к жителям, 80% людей задают вопрос о ремонте дворовых территорий. В этом году мы отремонтировали всего лишь три дворовых территории. Это Чапавецка, 29, Свердлово, 5, набережь Ленова, 14. Это катастрофически мало, скажу откровенно. Это вообще как капля в море. Я не уверен, что в следующем году мы получим больше финансирования на эту программу. И какое количество дворов мы сделаем, я пока не отвечу. Но, наверное, будет два, может быть, также край три дворовых территорий, которые мы сможем осилить в рамках этой программы. Вообще на ремонт дворовых территорий в городе Балакова не хватает. Необходимо, скажу укрупненно, 1,2-1,5 миллиарда рублей для того, чтобы наши дворы привести в нормативное состояние. У нас порядка 400 дворовых территорий, больше тысячи на квартирных домах в городе Балакова. По поводу местных денежных средств, вы знаете, как у нас бюджет формируется. У нас есть акцизы транспортного налога, это порядка 200, небольших миллионов, которых мы собираем. Из этих денежных средств мы выделяем 140 миллионов, 150, в зависимости от потребностей на дороге. Можем потратить их на внутридовровые территории, можем потратить, соответственно, на магистральные дороги. И часть денег у нас сходит на снижение нашего предприятия, на благоустройство. Если бы у нас все дороги магистральные были бы в 100% нормативном состоянии, конечно, могли бы потратить эти денежные средства на наши дворовые территории. Но так как я озвучил то, что у нас необходимо сделать Чапаево, набережда Леонова, Шевченко, еще есть, скажем, площадь на улице, напротив здания администрации, тоже в дальнейшем будет требовать ремонта, потому что пришло время, то не хватает вот этого финансового плеча для того, чтобы нам, скажем, закрыть потребность и магистральных, и внутриквартальных дорог. Но в следующем году мы постараемся 90%, может быть, 92% магистральных дорог привести в нормативное состояние, уже будем смотреть, планировать, что делать с внутрикварталом.